РУВДС. Виртуальные серверы с высокой скоростью. Меня зовут Слава. Я очень-очень много времени в своей жизни посвятил тому, чтобы заниматься играми. Занимался играми в разных компаниях, на разных позициях. Основная позиция, с которой начинал, это был геймдизайнер. И, собственно говоря, после этого вырос до менеджера и после этого некоторое время занимался монетизацией и трижды был на позиции продюсера и руководителя направлений. Вот. Собственно говоря, принимал участие более чем в 50 игровых проектах на различных площадках. На мобильных площадках, на социалках, на браузерках, на клиентских играх. То есть это все опыт, который получен, пройден, с этим можно работать. Максимальное количество людей, с которыми работал в качестве их руководителя, это 32 человека. Компании, с которыми имел взаимодействие, самые основные перечислют, потому что их достаточно много. Вот. Получается Mail.ru, получается фото страна, получается аватарика, получается дочернее отделение вебмании, ГДТ. Вот. Ну и было еще куча-куча-куча-куча мелких. Вот. Собственно говоря, готов начинать зачитывать вопросы. Первое. Есть ли монетизация после лутбоксов, кроме батл пассов, которые могут содержать несколько лутбоксов? Ну, конечно же, есть. Вопрос достаточно странный. Вот. Монетизации полно. То есть лутбоксы это не основное. То есть, условно говоря, у тебя есть, если игрушка, она про то, что у тебя герои молотят в других героях, ты просто выпускаешь нового героя и продаешь его. Вот тебе монетизация. Никакого лутбокса. Дальше. Если у тебя игрушка немножко забуксовала, ты выпускаешь новое событие и прикручиваешь монетизацию таким образом, чтобы пройти событие полностью, можно было бы только за 50 долларов. В случае, если игрок хочет пройти первый, самый значимый приз, положишь ему в случае, если он будет активно играть неделю, это столько времени, сколько длится событие, и заплатит всего 1 доллар. То есть, и в этом моменте ты ему кладешь что-то очень-очень жизненно важное. Я привел только два примера, но на самом деле таких примеров очень много. То есть, лутбоксы это хорошо, эффективно работающая механика, но она не основная. То есть, она просто проще всего делается и быстрее всего дает выхлоп. Вот. Вопрос номер... Надеюсь, я ответил на этот вопрос, и человек, который, собственно говоря, его задал, он с нами. Дальше. Как оправдать наличие монетизации, если игра индюшка, а целевое комьюнити, вероятно, будет небольшим? В таком случае, честнее выглядит выпуск Expansion Pack, может ли еще... Может, есть еще методы небольшой, но методичной поддержки игры от существующего комьюнити. Слов красивых, умных много, смысл в них, ну, такое. Смотри, дружище. Как оправдать наличие монетизации, если игра... Если целевое комьюнити, вероятно, будет небольшим? Откуда вот этот вывод вообще сделан? То есть, такой вывод, он может делаться только людьми, которые смотрят в эту самую статистику. То есть, если игроку кажется, что комьюнити будет небольшим, то это совершенно не значит то, что разработчики так видят и так считают. Условно говоря, они запускают проект в проекте 3000 пользователей, 3000 DAO. И они видят, что возвраты 30 дня у них, условно говоря, там 25%. Это уже говорит о том, что если они нальют гораздо больше трафика, у них будет гораздо больше пользователей. Периодически, скажем так, некоторые из площадок, на которые мы играем, и, кстати, root-сегмент в них ходит, они нужны для обкатки основных игровых механик. То есть, ты видишь, что игрушка маленькая и обещает быть небольшой. И делаешь вывод, что разработчики не собираются локализовываться на Японию, на мобилки, на клиентские игры. То есть, они, условно говоря, в Steam выложились и там, условно говоря, барахтываются. Ну, или еще куда-нибудь. Но это не так. Возможно, ты просто сейчас играешь в том месте, где люди дотачивают свой продукт и прикручивают механики. Это первый вариант, как оправдать. То есть, ты находишься на, ну, условно говоря, это разработчиками называется нубовник. Дальше. Второй вариант. Качество этого комьюнити, оно выше всяких пасхвалов. То есть, на моей памяти существовали такие продукты, которые, условно говоря, на двух тысячах пользователей в день делали выручку, ну, 100 миллионов российских рублей. А все дело в том, что вот эти две тысячи пользователей, они были очень обеспечены и привыкли, собственно говоря, играть за очень большие деньги. И им нравилось, их все устраивало, и поэтому именно под них, под их желание, то есть, человек хочет выбрасывать миллион рублей России в день или, там, в месяц. Или он хочет одевать весь свой клан на 10 миллионов рублей. Вот у него есть вот свободные деньги такие, и он хочет, чтобы его клан был самым лучшим. И этот клан уже раздавил всех на сервере. Но человек этот, как бы, ну, продолжает этим заниматься. Ну, и, собственно говоря, под эти условия сервак вымирает, там запускается совершенно другой сервак, где этих ребят нету. Но под эти условия, когда существует такой всего один человек или команда таких обеспеченных ребят, прикручивается очень-очень жесткая монетизация. И смотри, оправдать наличие монетизации, ну, могу сказать, что это все оправдывается только, когда ты смотришь статистику. То есть ты со стороны смотришь, тебе кажется, монетизация жесткая, игроков не очень много. Человек смотрит статистику, он видит, что он что-то запустил, это покупается. Значит, качество людей есть хорошее. И, собственно говоря, ну, все у него с доходами нормально. Вот. Ну, и есть третий вариант. Он заключается в том, что, собственно говоря, человек, который прикручивал монетизацию, он не сильно компетентен. И он совершил ошибку. Но такое случается, как правило, не очень часто. Поэтому на этот вариант всегда стоит отрабатывать. В случае, если ты видишь что-то явно неинтересное. Но в случае, если ты, собственно говоря, все-таки это видишь, что желательно первые два варианта сделать. Вопрос номер три. Откуда берутся большие пласты игр, в которых люди с интересом играют, но игра при этом не зарабатывает? Что делает монетизатор с такими играми? Так, Ишик, я увидел твой вопрос. Сейчас я вопрос номер три. Да, зачитаю. И вопрос номер четыре будет следующий твой. Итак, откуда берутся большие пласты игр, в которых люди с интересом играют, но игра при этом не зарабатывает? Что делает монетизатор с такими играми? Вот. Собственно говоря, эти игры берутся от очень-очень-очень хороших людей. Периодически случается ситуация, когда компания из трех или четырех ребят, которые горят играми, они хотят делать игры. Для них игры это самое-самое святое и главное. Эти люди, собственно говоря, берут и делают игру. Но когда они ее делают, они думают, что люди из благодарности им сами накидают деньги. То есть они не считают комфортно баланс, они не придумывают товары, которые пользователь будет покупать. Они просто делают хороший продукт и их цель порадовать нашего пользователя. Мы все очень благодарны таким ребятам. У меня, кстати, был недавно совершенно потрясающий пример, когда игра была топ-4 в мире, во всем мире среди AR-игр. И она приносила достаточно скромные деньги. Потому что основная идея была, что пользователь поиграет, пользователь проникнется и пользователь сам заплатит. Так вот, пользователь, как правило, платит не очень часто, если его на это не смотивировать. И вот такие вот инициаторы, ребята запускают продукт, видят, что продукт держит хорошее количество пользователей. То есть люди играют, радуются, получают интерес, но не платят. И, собственно говоря, монетизатору они потом приходят и говорят, «Слушай, а давай сделаем так, чтобы игра, возможно, стала чуть менее интересной, но, несмотря на это, чтобы она начала приносить хоть что-то, чтобы нам хотя бы зарплаты отбивать, сервера отбивать и там оборудование элементарное». Вот. В этом случае мы начинаем в первую очередь что делать? Смотреть, насколько очевидны и вкусны для пользователя предложения, которые мы ему даем. То есть, условно говоря, мы первоначальный пак собрали, туда что-то положили. Ну, сейчас будем продумывать какую-то ролевуху. Я буду моделировать вариант именно на ролевую игру. То есть мы какую-то создали ролевую игру, у нас на старте лежит пак. Там какой-то лежит набор золота, там какой-то набор бриллиантиков не очень большой, и там какой-то там меч лежит. Вот. Это все там стоит 2 доллара. Стартовый пак, купи, все. Мы смотрим. Во-первых, как часто этот пак показывается пользователю. Собираем эту статистику и видим, что у нас зашло, условно говоря, в игру 12 тысяч новичков, но из них только 500 этих новичков увидело это предложение. Это очень-очень плохой результат. Нам нужно добиваться того, чтобы не 500 человек увидело предложение, а все 12 тысяч, которые зашли. Дальше. Второй момент. Ну, на самом деле 12 тысяч это я утрировал, потому что нам надо будет сделать еще поправку на то, чтобы пользователь, скажем так, прошел тутор и немножко поиграл, и после этого увидел предложение. То есть нам надо стремиться к тому, чтобы 9 тысяч прошло тутор из 12, и вот все эти 9 тысяч увидело предложение. Дальше. В случае, если оно увидело, оно должно на него нажать. Иногда, как бы, люди смотрят в большие лезут дебри, в самые большие дебри, пытаются что-то равнять, а потом выясняется, что они свое супер-супер-супер-супер большое, скажем так, вкусное предложение положили в такое место, которое не очевидно для пользователя, что там вообще есть, собственно говоря, продажи. Это все должно выноситься на главную страницу. Шильдик этого должен прям постоянно кричать тебе и намекать о том, что это выгодно, вкусно, и надо торопиться это купить. Дальше. Мы начинаем смотреть, а что будет, если этот пользователь купит данное, собственно говоря, предложение. Изменится ли качество его игры. А потом видим, что меч, который якобы в этом предложении находится, он почти ничего не улучшает тебе. Ты задаешь вопрос, слушай, а почему ты даешь предложение, которое пользователю совершенно неинтересно покупать? Ну и, типа, игрок начинает, я не хочу, чтобы, вернее, разработчик, я не хотел, чтобы в игре был дисбаланс, еще там, еще что-то. Но ты же мог дать что-то по-настоящему полезное, задаешь этот вопрос. Ну и он начинает пожимать плечами. Он хотел создать куклу, то есть условно годное предложение, которое на самом деле совершенно не годное. И думать, что, собственно говоря, это будет покупать. Это неверно. Что можно сделать? Условно говоря, мы даем возможность пользователю пройти там первых пять локаций или первых пять волн с мобами на достаточно удобной и комфортной ему позиции. Он легко и просто их трескает, все делает красиво. И локация номер один, условно говоря, деревня, она пройдена. Мы его посылаем на локацию номер два. Локация номер два это пещеры орков или ущелья орков. Все что угодно со словом орков. И самый первый орк начинает его, собственно говоря, достаточно жестко нагибать. Ну то есть он начинает испытывать с ним проблемы. Он, орк его не убивает. Первая волна, ну то есть шестая волна, она точно так же хорошо проходится, как и первые пять. Но у него уже первые проблемы создаются. Так вот, и после этого ему выскакивает пакт, в котором на самом видном месте лежит этот же самый меч, но только у него название меняется на меч убийцы орков. Все. После этого пользователю достаточно комфортно разбираться. Я куплю этот меч. И вот те трудности, которые я испытал, я их, собственно говоря, по-быстренькому преодолею. То есть мне выгодно, мне хорошо. И я после этого буду нормально играть. Ну на самом деле это тоже один из таких получастных примеров. Больше примеров, я думаю, разбирать не нужно. Все и так хорошо. Ладно, переходим к четвертому вопросу. Здравствуйте, можно ли я вам задам вопрос в эфире? Насколько этично монетизация, влияющая на игровой процесс? Максимально этично. Ну, то есть вопрос общий. Если ты его немножко уконкретишь, я на него отвечу еще раз. Сейчас отвечу, как смогу. Вот. Ну, насколько этично монетизация? Да, по максимуму этично. Смотри. Предположим, что ты 30-летний офисный мужчина, который, собственно говоря, целыми днями на работе, а вечером приходит в игру немного расслабиться. Это ты в своем праве, тебе хорошо, ты хочешь получать удовольствие от игры. Но в случае, если ты напоришься в ПВП на какого-то школьника, который весь день сидел и фармил, а ты такой возможности не имел, то ты будешь от него выхватывать раз за разом. Потому что школьники, они в этом плане очень-очень мотивированы играть и фармить. То есть ты вот на 10 часов ушел на работу, он себе 10 часов фармит. Он себе нафармил кучу золота, кучу всего. И вечером ты будешь так выхватывать, что мамкой не горюй. И тебя это будет очень злить. Но, если мы закладываем в монетизацию и в баланс то, что фарм может происходить со скоростью 1 доллар в час, то через 10 часов школьник нафармит 10 долларов. Это хорошо, это нормально и школьник будет чувствовать, что он молодец. Но ты придешь и ты потратишь 10 долларов и ты будешь наравне со школьником. А захочешь его побить, потратишь 20 долларов и ты будешь, собственно говоря, молодить школьника. На следующий день школьник будет более озлобленный и более уверенно фармить. То есть он вечером от тебя выхватит и, собственно говоря, пойдет с большей мотивацией играть. А твоя цель, смотри, ты приходишь с работы, ты уставший, тебе плохо. Ты меньше всего сейчас хочешь проиграть штуки 4 катки, чтобы тебе еще настроение не упало. Ты хочешь побеждать и релаксировать. И денежка поможет тебе это сделать. Итак, вопрос номер, я надеюсь, что ответил. Если нет, переповтори его более уточняюще. Я еще раз его разверну. Так, а в каких случаях нужны монетизаторы в проекте? Ну, я так думаю, в тех случаях, когда, смотри, у тебя игровая модель срослась, у тебя известность у продукта есть. И у тебя перепробованы все основные монетизационные механики. То есть, поначалу ты точишь на самом деле игровые механики. Все-таки мы делаем игры и игры обязаны быть интересными. Вот. После того, как игра стала интересным, что делают люди, которые неопытные? Они просто ждут, что им заплатят. А пользователи не будут платить. Ну, можете мне поверить. И после этого приглашают монетизатора. Монетизатор начинает вот ковыряться в таких тонкостях, которые я описал немного выше. Есть еще куча других тонкостей. И после этого в игре становится все живее, бодрее, интереснее. Это первое. Дальше. Во-вторых. Когда ты хочешь повысить свои доходы. То есть, у тебя шел рост, шел рост, шел рост доходов. Ну, поначалу ты просто прикручивал функционал к своему продукту. И это всегда практически дает рост. А потом ты вот что-то прикручиваешь в новый функционал. У тебя уже игрового контента года на 4. А доходы не растут. И в этом случае тебе нужен монетизатор. Который будет улучшать не количество твоего контента, а качество твоего контента. Твой баланс. Твои какие-то вещи, которые ты даже не учитывал. То есть, твою стоимость трафика, твои возвраты. Все что угодно. Твои точки монетизации. Твои баннера, твой магазин пересматривать. Твои триггерные предложения. То есть, в общем, все просто. Если у тебя есть проект и ты хочешь, чтобы он больше зарабатывал, тогда тебе нужны монетизаторы. Так, вопрос номер 6. Четыре архетипа пользователя. Хардкорный игрок, школьник, домохозяйка, офисный сотрудник, который просто играет, чтобы отдохнуть. Четыре жизни, которые проживает монетизатор с каждой игрой. Это совершенно правдиво. Каждый раз, когда меня сюда приглашают. Ну, не сюда конкретно, а на новый продукт. Первое, что я делаю, это я запускаю четыре игровые сессии. То есть, мне на это надо, собственно, где-то два дня. Два, два с половиной. Я параллельно проживаю несколько жизней. И вот все вот эти четыре типа. То есть, первое, я вживаюсь в роль хардкорного игрока. То есть, я хочу какие-то микротонкости игры. Я хочу сложные билды. Я хочу что-то тыкать. Я хочу быть самым умным и за счет скилла выруливать. А еще я хочу, чтобы эта игра была не просто нажиманием на кнопулю. А это была игра более глубокая. Я играю где-то две или три игровые сессии как хардкорный игрок. Вот. Ну, я их не за один день играю. Я, то есть, поиграл. Я завтра зайду как хардкорный игрок. И послезавтра зайду как хардкорный игрок. То есть, я провожу параллельно все четыре сессии. Потом, тут же я отыграл как хардкорный игрок. Я начинаю заходить как школьник. Мне интересно общение. Мне интересно исследование. Мне интересно бесконечная возможность фарма. То есть, я должен знать, что я больших и взрослых дядек за счет своего либо скилла, либо за счет того, что я могу ночами не спать, школу прогуливать, но фармить, 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 фармить. Я должен иметь возможность этих людей побеждать или хотя бы с ними конкурировать. Дальше. Домохозяйка. Я захожу как домохозяйка, у которой муж на работу ушел, оставил зарплатную карточку. И после этого я, собственно говоря, сижу дома. У меня в мультиварке еда варится. Контактик весь пролистан. У меня полы намыты. Мне надо чем-то заняться. И я захожу в несложную игру, где все красивенько, где... А это важно. Я вот сейчас обращаю внимание. Это важно. Где, когда мне дает комплектик, у меня сапожки под цвет моих глаз. У меня костюмчик красивый. То есть, броня, она не тяжелая и прям очень-очень жесткая. Она очень красивая. Я в ней выгляжу красиво. Я самая красивая. Я самая лучшая. Другие игроки имеют возможность дарить мне подарки. Они имеют возможность лайки мне ставить. То есть, все-все для повышения моей красоты, популярности, известности. Я не хочу быть самой сильной. Я хочу, чтобы у меня было в игре все простенько, все красивенько и все меня любили. Вот чего я хочу. Я пытаюсь прожить это. Дальше. Ну и четвертое. Я офисный сотрудник, который просто играет, чтобы отдохнуть. Да, у меня тяжелый день, мне нафиг не хочется сейчас вникать еще в мозговую свою активность, куда-то нагружать в игру. Я хочу просто на обычной механике, жмак, 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 заучив какие-то привычные схемы и билды, я хочу вот просто отрубить мозг и в это побегать. И ни в коем случае я не хочу, чтобы меня нагибали. Вот. И я пытаюсь еще и этого достичь. В случае, если, например, я офисный сотрудник и я не имею возможности, а мы сейчас рассматриваем порядочных офисных сотрудников, которые не имеют возможности 10 часов в игру заходить. Ну, такие игры есть. Если вдруг у меня в игре есть событие жизненно важное, которое на 2 часа дня и на 4 часа дня, то, собственно, игра офисный сотрудник от нас сразу же отвалится. Он физически не имеет возможности заходить в это время, он не может конкурировать со всеми наравне, ему неинтересно, он уходит в другую игру. Вот. Это один из примеров. Вот. Собственно говоря, да, вот эти 4 основные архетипа я проживаю, я пытаюсь увидеть в проекте соответствие тому, что продукт соответствует всем 4 типам, а такие проекты, поверьте мне, вот я сейчас назвал, казалось бы, 4 принципиально разных архетипа, но такие продукты существуют. Дальше, после этого я по статистике пытаюсь выяснить, кто на самом деле моя аудитория. Как это выясняется? Я смотрю пол человека и я смотрю время его пребывания, я смотрю частоту его пребывания, я смотрю там, запускаю сложный контент, смотрю, играет, не играет. После этого, когда я определяю, что у меня там 80% условно говоря хардкорщиков, я свою игру адаптирую под что-то одно. Если я вижу, что у меня там 80% домохозяек, я адаптирую под что-то другое. То есть, игру можно достаточно гибко менять, самое главное понять, кто твои люди, кто твоя аудитория. Ну и не забывать про остальных, потому что остальные, они тоже, наша аудитория, тоже приносят денежку, тоже создают конкуренцию в проекте, набивают с собой кланы и тому подобное. Вот. Дальше. Неграмотный, вопрос номер 7. Неграмотный сбор аналитики в играх. Как нельзя делать, если не хотите остаться популярной игрой на нулях? Ну, как правило, на самом деле, с неграмотным сбором аналитики я за последние два года столкнулся довольно, ну, довольно часто сталкивался. Вот. На моем любимом, собственно говоря, в моей горячо любимой компании, в которой я работал до этого, такого слабого отношения к аналитике не было. Люди, как правило, их устраивает общее количество аналитики, которые они видят в этих, в основных, в основных аналитических программах, я уже забыл. Unity Analytics, App Store Connect и третья, ну, короче, не суть, Firebase, по-моему. Вот. Их совершенно устраивает и они на самом деле глубоко не копают. В качестве примера, например, они запиливают события, ну, условно говоря, у вас есть события. События запускаются в пятницу, заканчиваются в пятницу. Хорошо. Мы запустили события, увидели, что события никто не проходит. То есть, условно говоря, у меня, да, у 12 тысяч человек, у меня после этого события прошло 300 человек. Я делаю вывод, что событие не популярное, оно неинтересное для пользователей, и я после этого больше его не запускаю. Вот это неправильно. Первое, что надо сделать, это посмотреть, да, у посещения странички события. Сколько людей физически смогло увидеть кнопку, точку входа в события. Вот. Иногда даже на такой простенькой мелочи люди палятся. И когда ты видишь, что у тебя 12 тысяч людей на проекте в день заходят, и из них только 300 заходят в точку на события, то тебе есть смысл пересмотреть, собственно говоря, именно точку входа. Первое, что сделать. Дальше. Люди зашли, но застопорились на третьем шаге. У тебя, условно говоря, событие состоит из 12 шагов, но на третьем шаге практически все застопорились. Ты лезешь в аналит, собственно говоря, в баланс, смотришь, что там на этом третьем шаге. И видишь, что там какая-то очень-очень сложная штука лежит, которую ты не можешь физически пройти. После этого ты принимаешь решение либо убрать эту сложную штуку и шаг, то есть его облегчить, либо сделать так, чтобы этот шаг можно было пройти за денежку, за полдоллара. То есть для третьего шага полдоллара заплатить или получить там боль в количестве там двух дней фарма, это вполне нормально. Вот. Ну и кроме того, есть еще огромное количество аналитики, которая вот собирается неправильно. Я общие примеры привел, примерную логическую цепочку поставил, и вот некоторые другие аналитические моменты, они точно же такие. Вот. Садишься, более глубоко копаешь, разделяешь тут одну, другую, третью аудиторию, разделяешь, дробишь на более мелкие кусочки, делаешь более правильные выводы и не забываешь, что иногда у тебя так получается, что программист иногда ошибается. Человек, который делает тебе аналитику, он иногда собирает ее неправильно. Не забываешь перепроверять у этого человека, говоришь, слушай, у меня вот эта вот цифра какая-то подозрительная. Я сейчас начинаю по ней делать выводы, посмотри, пожалуйста, может это у тебя какой-то косяк. Так, и где-то в 25% случаев, то есть один раз из четырех программистов говорит, ой, это я фигней позанимался. Я сейчас быстро исправлю ее, и цифра пойдет более хорошая, правильно. Вот. То есть такой момент тоже держите в голове. Периодически программисты живые люди, а они косячат. Вот. Особенно если их никто не проверяет. Так, вопрос номер 8. Почему нельзя делать справедливые игры, где у всех равные возможности? Ну, на самом деле ничего простого, сложного в этом вопросе нет. Вы попробуйте примерить эту ситуацию на себя. Смотрите, вы вот такой вот человек, и я к вам подхожу и говорю, заплати, пожалуйста, 10 долларов. И вы такие, а что я за эти 10 долларов получу? Ты говорю, ничего. Ну, красивую иконку получишь, и еще скин получишь красивый. То есть ты не станешь сильней, у тебя ничего не изменится, но заплати мне 10 долларов. Ты такой скажешь, не хочу. И будешь прав. Пользователи платят, ну, женщины платят за то, чтобы быть самыми красивыми. Мужчины платят за то, чтобы быть самыми сильными. Вот если я приду и скажу, купи меч, который будет на 20% сильнее обычного, на 20%, не надо на 200%, не надо на 300%, на 20%, это вполне нормально для того, чтобы ты мне заплатил 10 долларов и шел, и ты знал, что у тебя одна из вещей комплекта будет на 20% сильнее. Если же я продам тебе последнюю недостающую вещь комплекта еще там за 40 долларов, то это тоже нормальная цена, ты будешь знать, что ее никаким образом не получить. Ты решаешь бегать в неполном комплекте. Ну, условно говоря, у нас есть комплекты шести вещей. Из них есть неполный комплект, когда ты собираешь три вещи, и у тебя первый бонус. И есть шесть вещей, и там полный бонус. Но ты знаешь, что шестую вещь ты почти никогда не добудешь. Ну, и через полгода добудешь, если что. И ты принимаешь решение. Либо платишь 40 долларов, и у тебя комплект из шести вещей, и ты полгода бегаешь в полном обвесе, ну, либо ты терпишь. Но там, опять же, это не должно быть супердисбалансно. Такую историю, что ты покупаешь что-то за 10 долларов, потом идешь весь сервак бить, такое делать не нужно. Вот я говорю, 20% за вещь, которая стоит денег, это нормально. Это, ну, это хорошо. В случае, если человек собрал таких вещей штук 5 или 6, тогда он уже становится сильнее на 120%. То есть он одного игрока может побить, а двоих уже не может побить. Вот. Ну, и надо не забывать давать простым игрокам просто, собственно говоря, тоже возможность фармить хоть какие-то из этих вещей. То есть, условно говоря, на малый комплект должен нафармить, иметь возможность любой игрок, но, условно говоря, там по 3 недели на вещи. Итого, 3 недели на вещи, на 3 вещи он потратит 9 недель. Вот у вас есть игрового контента для неплатящего пользователя на целых 2 месяца. И это вполне хорошо. Либо платишь 50 долларов, и 2 месяца фарма пропускаешь, и наравне с теми, кто пришел 2 месяца назад и фармил, либо, ну, фармишь. Вот. Надеюсь, ответил. Так, вопрос номер 9. Ой, какой хороший вопрос. Самый главный человек в игровой команде – это игровой программист. Почему? Ой, ребят, я вам скажу так. Так, если намаешься с людьми, которые сайтоделы пришли с 1С или еще откуда-то, или там еще какие-то другие программисты, ты будешь… А вот после того, как тебе придет игровой программист в команду, ты будешь на него просто молиться. Основной посыл – когда ты сидишь и расписываешь ТЗ человеку, который, говоришь, придумай, ну, сделай, пожалуйста, на следующей неделе инвентарь, в котором будут храниться вещи и в котором будут храниться зелья. А вещи надо иметь возможность одевать, и зелья надо иметь возможность одевать. Вот это я составил только что ТЗ для игрового программиста. И этот человек, он, собственно говоря, уже меня понял. Вот если среди моих сейчас зрителей есть игровые программисты, то они такие, ну да, ок, все нормально сказал. А человеку, который не находится в мире игр, я должен буду написать ТЗ на три страницы, что делает каждая вещь, каким образом она делает. Я должен буду нарисовать кучу картинок по этому поводу. Я должен буду расписать, что делает зелье, что должно иметь возможность сделать зелье, что делает меч, почему меч нельзя ставить в слот для зелья, почему меч нельзя ставить в слот для шлема. Вот. И вот это вот все, когда расписываешь, ты приносишь и ты видишь, что человек тебе все равно не понимает. И ты садишься с ним Ты понимаешь, что ты сейчас Трехлистновое ТЗ в никуда написал Хотя пишешь ты нормальным языком И не то, чтобы я не умею писать Меня не понимают И ты садишься, ему еще дополнение То есть у него много наводящих вопросов А ты с ним разбираешь наводящие вопросы И после этого этот человек тебе придет Еще раза 3-4 А человек, который сталкивался с инвентарем С зельями, с мечами, со шлемами Он это все быстренько накидает Просто будет спрашивать Слушай, а зелья, они же Вот ты говоришь, на хп будут Они же будут еще и на ману Да, на ману будут Они еще будут статы временно повышать Он тебе сам задает такие вопросы Ты говоришь, да, будут статы повышать А еще будут какие-то зелья, которые С тебя дебаф вредный снимают И это надо учесть Да, хорошо Ну и в принципе он по-быстрому это набросает Это все учтет И все у него хорошо То есть коммуникация с такими людьми гораздо проще Качество работы таких людей гораздо выше Ну плюс это замотивированные игроки Люди, которым интересно все это смотреть, видеть и делать Вот, надеюсь, что ответил Купает человек игру на фул прайс При этом исторически сложилось Что обычная игра, которая предлагает весь свой контент И полноценный игровой процесс Если модель игры, как вы предложили Или в ущельях ворков, в которой баланс настроен таким образом Что для комфортной игры тебе нужно купить что-то еще Например, в тека Ага До этого всем Так, так, так Да Либо воззвучает Боже, какой хороший вопрос Но такой сложный для понимания Так, в тека до этого РКю, количество всевозможных платных объектов Таково Да, 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 да Либо возникает ощущение, что часть локации или механики Вынесены в DLDL В этот момент возникает странное ощущение у меня, как у игрока Но, тем не менее, происходит это раз за разом А значит, это зачем-то нужно Однако, стоит ли оно того с точки зрения лояльности софта Да, однозначно стоит Тут даже не дочитывая, скажу Лояльность пользователя, я сейчас про нее расскажу В дальнейшем перспективе, например, при построении собственного IP На это все пофиг Просто забей Красивые слова, не имеющие ничего в реальной жизни Понятно, что денег никогда не бывает много Вот это тебе понятно, вот это ты молодец И много денег прям реально не бывает Настолько этично делать игру На максимум этично Видишь, что можешь получить деньги, а делай, получай деньги На полную цену для комфортной игры В которой для получения полного контента Нужно заплатить сопоставленную сумму или даже больше Ладно Отвечаю вопрос Если вам заявлена полная игра, полноценная И туда какой-то дополнительный контент зашивается То, собственно говоря, ну это сравнительно недавно было заведено И тестируется всего пару лет Первые, кто это сделали, это долбанные Ассасин Криды Которые прикрутили к игре, которую, да, действительно на фулл прайс покупается К ней прокрутили искусственный баланс То есть ты должен ходить полгода что-то фармить Но хочет заплатить нам дополнительную денежку и ничего не фармит Это вопрос средней этичности Ну не совсем здорово, но если это эффективно А раз они это запускают, значит у них эффективно Значит это здорово и они молодцы В чем недостаток такой модели В случае, если ты это сделал, реализовал в своей продукте У тебя лояльность пользователя действительно упала Но если ты сделаешь следующий продукт хуже То ты, ну ты по большому счету, да, прирезал курицу, которая несет золотые яйца Но на конкретно вот уже сложившемся там Третьей, четвертой части Ассасин Крик Это не повлияет Это влияет на весь твой будущий продукт Но, как говорится, бывает такая ситуация в компании в целом Когда у компании все плохо с деньгами И для того, чтобы выгрести и эта компания осталась на плаву в течение ближайших пяти лет Ей надо деньги получить здесь и сейчас Вот, понимаешь, вот они либо сейчас зарабатывают Либо их не будет через пять лет А дальше не будет Ассайсин Скрит 4, Ассайсин Скрит 5 Не будет вот ничего такого Вот, и поэтому они руководствуются именно вот этими вот шкурными интересами Сохранить компанию, сохранить доходы, монетизироваться, как-то выгрести Кстати, такое возникает обычно в компаниях, которые раздувают свой штат И когда у них доходы падают, а внезапно получается такая ситуация, что надо кормить 300-400 человек на неплохие зарплаты с неплохими налогами И ты понимаешь, что штат раздут неимоверно И вот идешь на такие вещи Вот, дальше В этот момент возникает ощущение Вот, зачем-то это нужно Надеюсь, это ответил Однако, стоит ли оно с такой точки зрения лояльности сообщества Вот, про лояльность сообщества Дружище Смотри, объясняю Вся лояльность сообщества, оно, это мерилось цифра В эту цифру можешь верить Собственно говоря Это мнение формирует всего 5% игроков То есть, все форумные нытики или форумные хвалильщики Это 5% от всего комьюнити И нытиков, как правило, больше У тебя в игре случился негатив Ты пошел на форум это все обсуждать И искать единомышленников Если у тебя в игре все хорошо Ты даже не полезешь на форум То есть, ты будешь тихонечко играть У тебя все хорошо, тебе норм И вот, а когда залазишь на форумы на всякие То ты видишь, что там куча нытья, куча еще чего-то Но это 5% людей Это не основа Мнение и лояльность, вот то, что ты говоришь Оно делается не по форумам, а по аналитике То есть, ты смотришь отвалы пользователей Ты смотришь играет пользователь Ты смотришь платит пользователь Условно говоря, у нас были Условно говоря, у нас были такие ситуации Когда пользователь, вот есть пользователь И он такой орет Вы паразиты эдакие Вы уничтожили Вы уничтожили игру Чтобы я у вас еще хоть раз в жизни играл Горите в аду Это самая поганая игра в моей жизни Ты говоришь программисту Слушай, а проверь, пожалуйста, флажок Но вот этого персонажа Чем он будет после этого заниматься? После этого засекаешь и смотришь После этого пользователей 3 месяца Ты смотришь, куда он ходит Ага, зашел сюда Зашел в игру Из продукта не ушел Продолжает фармить Продолжает что-то делать Так вот, если на форуме он пишет одно А, собственно говоря, в игре он делает другое То для других пользователей Да, лояльность якобы какая-то Она упала Что-то там рухнуло Ашек, все пропало Админы-паразиты тянут реал Но ты видишь по цифрам Совершенно какие-то другие вещи Ты такой говоришь Ну ладно Ну, погорячился человек Пускай Возможно, у него, знаешь, потребность Как у бабки в поликлинику Ходить, куда-то ругаться Ну, пускай ругается Пускай делает И ты же не против Правильно Вот Поэтому, собственно говоря Забиваешь на это все Делаешь выводы только из статистики Смотришь аналитику Запустил события Запустил все, что угодно После этого пользователи отвалились Платежей стало меньше А возвраты там уменьшились Все Это плохое событие Запустил события Пользователей стало больше Денег стало больше Возвратов стало больше Но при этом на форуме Кто-то там что-то вякнул Дай бог с ним Пускай и все, что угодно делают На самом деле Разработчики Менеджеры Они по форумам не лазят У нас для этого Как правило Есть специально обученный человек Этот специально обученный человек Всегда за пределами офиса Находится Абсолютно всегда То есть нам не интересно Чтобы он пропитывался Вашей болью Какой-то По какому-то поводу А после этого Ходил нам на мозги В офисе кап Нам интересно Чтобы этот человек Где-то далеко Эту боль прохавал Прожил И самое важное Из этой боли Нам в ненавязчивом режиме Отдавал То есть вот Это типа действительно плохо Это действительно плохо Вот На форуму мы не лазим Так что Так Что-то еще было Подожди Сейчас еще дочитаю тебя Так Да-да При простоянии Слову Да-да Понятно денег Много не бывает Но насколько делать Игру за полную цифру Для комфортной игры В которой Для получения полного контента Нужно заплатить Сопоставимую цену Да Все вот это вот этика Не этика Оно Делается только Исходя из каких-то цифр Все остальное Это вафля Ну так Это иллюзии того Что Комьюнити может на нас Как-то повлиять Вот Надеюсь Ответил на твой вопрос Попытался Развернуть Хочешь еще больших разворотов Еще больше разворачивать Так Вопрос номер 11 Извините Если коротко Человек купил что-то И верит Что купил целиком Мы его немного обманываем Да Мы его обманываем Обманывать нехорошо Обманывать Скажу сразу Обманывать за пределами Российского региона Вам никто не позволит Особенность европейского Американского комьюнити Оно заключается в том Что эти люди Очень-очень хорошо знают Свои права Если ты что-то не прописал Перед тем Как сделать Тебя по таким судам затаскают Что ты будешь не рад Я тебе серьезно говорю Были ситуации Когда ты вводил Какую-то коллекцию мячей После этого Ты через полгода Ну распродавал эти мячи Там по тысяче долларов Условно говоря Я сейчас Примерную цифру Говорю После этого Через полгода Делаешь Делаешь Новые мячи Которые сильней И тебе тут же Иска в суд Штук 600 По той причине Что ты не предупреждал Пользователей Полгода назад Что будут мячи Гораздо лучше И этим самым Ты нарушил Их права Поэтому Внимательно читайте условия И Как правило Там это все Настолько размыто Написано Что если Хорошо и вдумчиво Почитать То ты видишь Что ты получаешь Не весь контент Целиком Ну я на скидку Сейчас Это вам Не скажу Но Можете быть уверенным И это так То есть ты читаешь И говоришь Ааа Оно кажется Иллюзия такого Что Собственно говоря Я покупаю целиком Но на самом деле Я не покупаю целиком Просто вчитывайтесь Вовдумывайтесь Ну и понимайте Что за пределами Рунета Такого нет Ну посмотрите Можете перепроверить Эту информацию Можете залезть В игры от Близзарда И посмотреть В каких местах Они вас обманывают А эти люди Уже более 16 лет Бодаются World of Warcraft Их бодается Diablo Их бодается С исками От пользователя Они Даже Предупреждение Нельзя играть В игру Более 10 часов Не эта игра Вызывает Привыкание Мы запускаем Вот этот продукт Но это не Окончательный продукт Потому что Вот здесь Вот мы выпустим Дальше больше Новые уровни Будьте внимательны То есть Они Это все прописывают И все европейские игры Они прописывают Если вы видите Что-то такое Ну попробуйте Покачать Вот Так Ладно Надеюсь Ответил Если нет Перезадавай Так Вопрос номер 12 Существуют на самом деле Люди Которые в одиночку Создали игры Мирового уровня Да Ребятушки Такие люди существуют Я вас С этим поздравляю Вот В качестве примеров Когда-то давным-давно-давно На заре Становления Игровой индустрии Был такой персонаж Под Ником IceFrog Вот Этот парень Никто иной Как создатель Доты Вот Первую самую доту Можно было создать Она была картой То есть Ты имел возможность Просто Левел дизайнить Прописывать Самые простые скрипты У тебя была идея В голове И ты создал Шедевр Мирового уровня Скажу так Во времена Первой доты IceFrog За одну карту Новую Новый патч Для карты В котором будет Условно говоря Два новых героя Или еще что-то Платили по 50 тысяч долларов Вот Ну после этого Он ушел Игра развилась И она Она спасла В то время Она спасла Warcraft 3 Такую Немалоизвестную игру Которая начала Загибаться От загибания Всего одна карта Сделанная Любителем Вот Ну и после этого Человека Перекупили И он создал Доту 2 И в принципе Такие игры Как Дота и Дота 2 Вы знаете Но На старте IceFrog Ну на самом деле Сейчас Если есть специалисты По Доте Они меня Проинформируют О том Что на самом деле IceFrog Эту игру Упер У другого Игрока Который Создал эту карту И улучшил А потом Игрок куда-то Исчез В неизвестном направлении Но Я в этой частности Не буду Погружаться Я эту информацию Тоже знаю И я считаю Что IceFrog Это тот Кто создал Игру Дот Дальше Второй игрок Это человек Под никнеймом Ночь Так вот Ночь Это программист Который Создал Майнкрафт Такую тоже Небезызвестную Игру В чем Доста... Ну у него Понятное дело Были какие-то Удаленные Мелкие Люди Но так По большому счету Этот чувак Сделал один В чем его характерность И особенность Этот человек Который сделал До Майнкрафта 50 продуктов О них никто Ничего не знает Никто ничего Не слышал Вот И Собственно говоря 50-м стал Ну примерно 50-м Может 48-м Может 52-м Не суть По цифрам Стал Майнкрафт Который загремел На весь мир И после этого По-моему В 2012-м Один человек Один человек В мире Вошел В десятку Самых влиятельных Игровых Компаний Мира То есть Он был на седьмом месте То есть Один человек Вот Ну и собственно говоря Создатель Агар Ио Он тоже Не шибко парился И Достаточно неплохую Игру создал Которая за первые Недели Что-то там набрала Создала шедевр Произвела фурор И сейчас тоже Ну не то чтобы Загибается Вот То есть Люди Которые в одиночку Что-то могут И делают Существуют Я сейчас напрямую Взаимодействую С Три Нет С двумя Людьми Одиночками И одним Человеком У которого Все-таки уже в штате Появились люди То есть Все они Когда-то начинали Как одиночки Они наработали Они наработали Себе Какое-то Имя Собственно говоря Они наработали Какое-то Комьюнити Наработали Удаленных Художников Еще каких-то Удаленных Сотрудников Но они все Очень такие Ну они Неполноценные Штатные люди То есть Словно говоря Что-то кодишь 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 И попросил Чтобы тебе Две картинки Нарисовали Можно ли Считать Человек Который тебе Две картинки Нарисовал Полноценным Участником Команды То есть Ты ему Заплатил Какую-то Маленькую Денежку Дальше К тебе Пришел Игрок Из этой Игры И говорит Давай я Тебе форум Буду вести Чистить Там Создавать Контент Ты мне За это Меч Нарисуешь Ты ему Говоришь Ну ладно На То есть Я вот Таких Вот Помогальщиков Все-таки С вашего Позволения Не буду Считать Полноценными Участниками Команды Ну хотя Звучит Некорректно А Основным Ядром Все-таки Являются Эти люди Одиночки Я вот С ними Сейчас Работаю Я им Помогаю Прикручивать Монетизацию Что-то Еще Делать Вот То есть Вполне Получается Ну и Один человек Третий Про которого Я говорил Он когда-то Был тоже Одиночкой Но сейчас Не выдержал И Снял Небольшое Помещение Там уже Сидит Три Человека И С ними Удаленно Работаю Еще Два Человека И Того Они Ну Они Уже Получается Команда Из Пяти Людей Да Это Одиночки Которые Работают Они Есть И Кроме Одиночек Мирового Уровня Есть Простые Самые Простенькие Одиночки Которые Вполне Све Выживают Тут Самое Главное Понять Такую Мысль Что Компания Из Тысячи Евро Это Все Помножается На Офисы Налоги Она Обязана Зарабатывать Огромные Суммы Для Того Чтобы Просто Прожить В То Время Как Маленькая Команда Из Одного Человека Она Может Запускать Какую Мелочь И Эта Мелочь Она Ну Приносит Она Тебя 200 Тысяч Рублей В Месяц И Казалось Бы Не Бог Весть Какие Деньги Но Если Ты Запустил Она Три Годика Поработала В Это Время Ты Живешь Вполне Эти Деньги Ну Для Одного Вполне Себе Если Ты Запустил Три Таких Продуктов Вот У Тебя Уже 600 Тысяч А Если Один Из Этих Продуктов Стреляхнул До Десяти Миллионов Рублей В Месяц Ты Почти Ни С Кем Не Делишься Ты Плачешь Свои Налоги Ты Не Снимаешь Офис У Тебя Нет Большого Штата Сотрудников То Есть Ну У Тебя Нет Там Ну За Сервайки Платишь То Есть В Принципе Одиночки Которые Пришел Успех Они Есть Были Есть Ну Это Не Только Кстати Программисты Бывают Художники Бывают Гейм Дизайнеры Вот Бывают Даже Эти Маркетологи Он Заказал Какой Нибудь Проект Он Знает Как Наливать На него Трафик И Собственно Говоря Ему Проект Сейчас Очень Много Контор Которые Под ключ Собирают За Десять Ты Долларов Словно Говоря Игру Мач Тришку Ты Такое Купил И Ты Знаешь Как Работать С Трафом И Ты Льешь Туда Траф Там Если Видишь Какие Косяки Тебе Это Студия Которая Сделала До Этого Продукт Она Тебя Его Быстренько Апгрейдит В тех Местах Которые Ты Сказал И Ты Получаешь Свой Результат То есть Да Одиночки Есть Одиночки Гораздо Лучше Выживают Потому Что Они Более Гибкие И Их Не Интересуют Миллиарды Им Достаточно Небольшеньких Денег Чтобы Наплавать Чтобы Считать Это Успехом Сказать Что Можно И Такой Успех Такой Результат Он Периодически Собственно Говоря На моих Глазах Возникал В чем Собственно Говоря Идея Для того Чтобы Создать Игру Почти Бесплатно Ты Должен Быть Кем То Из Трех Основных Людей То Есть Ты Должен Быть Либо Программистом Либо Художником Либо Гейм Дизайнером Вот И Эту Часть Работы Ты Должен Выполнить За счет Своего Времени То есть По большому счету Ты сидишь По вечерам Кодишь Или сидишь По вечерам Картинки Делаешь Или сидишь Считаешь Баланс Все делаешь После того Как ты это Сделал Тебе Нужно После этого Понять Если условно Гряд Ты геймдизайнер Да Ну Ты Должен В скриптах Немножко Разбираться Еще В чем То И Получается Что Ты На самом деле Должен Идти После этого И брать Готовый Какой-то Гротовую Кожуру От Продукта Ну Вот Как Словно Гре В Варкрафте Третьем Ты Создаешь Кастомную Карту В этой Кастомную Карту Начинают Играть Игроки Все Тебе Для этого Не нужны Ни художники Тебе Для этого Не нужны Программисты Ты Сам Себя И Программист Художник Ты Туда Зашел Создал Карту Люди Играют Ты Стал Известным Тебе Платят Денежку Дальше Если Ты Программист Там Все Тоже Простенько Создаешь Свой Майнкрафт Игру Без Графики По сути Но С Хорошей Глубокой Логики И Тоже Получаешь Свои Доходы На Любой Площадки Которую Сам Выберешь Кто Такой Хороший Менеджер Как Им Стать И Как Набрать Крутую Команду Вот Собственно Горя В Понятие Хороший Менеджер Вкладывается Довольно Много Всего И Получается Так Что Каждый Раз Когда Ты Приходишь В Новую Компанию В Это Понятие Каждая Компания Вкладывает Что То Своё Ты Должен Если Ты Хороший Менеджер Ты Обязан Соответствовать Всем Ожиданиям Всех Компаний Которые Только Существуют Я Приведу Примеры В Одной Компании Ты Должен Быть Еще Хорошим Программистом Для Того Чтобы Ну То Те Тим Лидом Команды Программиста Ну Условно Компания Епамп И Ты Должен Быть Самым Лучшим Программистом Должен Иметь Возможность Обучать Других Программистов Должен Иметь Возможность Коммуницировать С командой Прокачивать И выполнять Самые Сложные Задачи Которые Вам Прилетят Дальше Существуют Команды В которых Я Периодически В таких Работал Которые Делают Игровой Продукт Но При этом Экономят На Гейм Дизайнера То есть Мы делаем Игру На Гейм Дизайнера Не Нанимаем И Эту Позицию Должен Будет Собой Затыкать Менеджер То есть Это Менеджер Гейм Дизайнер Человек Который Разбирается И вполне Неплохо Разбирается В играх Ну У меня Это Всегда Вполне Успешно Получалось Дальше Ситуация Следующая Ты Попадаешь Компанию Которая Работает С Основная Черта Это Твоя Представительность То есть То Как ты Себя Продаешь Заказчику Как ты С ним Говоришь На Какие Вещи Подписываешься На Какие Вещи Не Подписываешься Насколько Ты Хорош В Этом И Собственно Гуля После Этого Ты Идешь Разговариваешь С ним Идешь Разговариваешь С командой То Как Ты Коммуницируешь Дальше Иногда Есть Позиция Когда Ты Себя Должен Хорошо Показывать Перед Инвесторами То И Сидишь У Них На Ковре И Каждые Две Недели Отчитываешься За Каждую Чих У Себя На Проектах А Это Я вам Скажу Совершенно Не То Что Работать С Командой Совершенно Не То Что Работать Аудиторией Совершенно Не То Что Работать С Коллегами По Работе Это Очень Высоко Уровневые Люди И На Каждую Отчетку С ними Ты Обязан Так Готовиться Как Никогда Не Готовился То То Есть Ты Мусор Туда Не Должен Приносить Ни В Башке Ни На Бумажках Нигде То Есть Ты Вот Прям Вот Должны Быть Максимально Мобилизован Они Тебя Раскусывают Как Орех Ну Я Могу Сказать Так Люди Которые Зарабатывают По Несколько Миллионов Долларов Они Очень Умеют Хорошо Видеть Людей Они Очень Умеют Хорошо Разбираться Когда Им Впаривают Откровенную Ерунду Они Умеют Расставлять Приоритеты Так Как Никто Из Нас Не Умеет Они Задали Тебе Вопрос И Вот Пока Не Получит Ответ Который Устраивает Они С А Почему Вы Задерживаете Выпуск Продукта Ты Гришь Мы Не Задерживаем Но Вы Могли Его Сделать Еще Меньше Ну Еще Быстрее Давай Отвечай Вот То Есть В Принципе Я Вам Сейчас Отписал Несколько Разных Качеств Этим Качеством Ты Должен Соответствовать И По Мере Как Ты Растешь Как Менеджер Ты Собственно Говоря Растешь В Этих Они Очень Разные Под Каждый Набор Кто То Обязан Там В Асане В Джире Задачки Хорошо Выставлять Кто То Обязан Хорошо Коммуницировать С соседними Отделами Потому Что У Тебя Своих Личных Рекламщиков Своих Личных Художников Нет И Ты Должен Вставать В очередь К Этим Отделам И Как Следствие Хорошо С ними Коммуницировать Вот То Ты Обязан Сочетать Все Вот Эти Моменты Дальше Ты Что Еще Ты Обязан Сочетать Ты Должен Быть Человеком Который Всегда Имеет Свой План То Есть Как В армии В окопе Чем Отличается Маленький Офицер То Лейтенант Старший Лейтенант От Солдата Если Нет Большого Плана От Полковников У Тебя Всегда Должен Будь Свой План И Этот План Ты Постоянно Носишь В голове Если Ты Не Носишь В голове План Ты Не Менеджер Ты Плохой Менеджер Ты Пока Не Готов Быть Хорошим Менеджером Этот Момент Тоже Нужно Понимать И Собственно Говоря Учитывать Вот Как Набрать Крутую Команду Тут В Этом Плане Ты Должен Понимать Каких Людей Тебе Надо Во Во-первых Ты Должен Четко Понимать Какой Продукт Вы Делаете Продукт С Большой Глубокой Логикой Высокими Нагрузками Средним Ортом И Маленьким Балансом Либо Ты Делаешь Очень Красивую Казуалку С Простеньким С Простенькой Логикой И Простеньким Балансом Либо Ты Делаешь Что Третье Либо Ты Делаешь Вообще Текстовую И Ты Должен Набирать Во-первых Посмотреть На Свою Команду Как Правило Тебе Уже Команду Дают И Ты В Этой Команде Шивешь И Работаешь И Ты Должен Понимать У Тебя Условно Гре В Команде 8 Программистов То Один Один Проджект У Тебя В Команде Тестировщик Ну Левел Дизайнер Еще И Ты Смотришь Такими Силами Какую Игру Вы Можете Сделать Сейчас То Что Я Писал 8 Программистов Есть И Всех Остальных Поменьше Совершенно Очевидно Что Игру Уровня Blizzard Уровня World of Warcraft Ты Не Сделаешь У Тебя Очень Малое Количество Гейм Дизайнеров Но У Тебя Очень Может Быть Сильная Программистская Составляющая Потому Что 8 Программистов Это 8 Программистов Вот Ну И Достаточно Средний Арт Тебе Тоже Обеспечен 6 Людей В Эт Моделе Поэтому Ты Пытаешься Создать Игру Со Сложной Глубокой Логикой С Хорошей Графикой Но Не С Очень Большим Количеством Игровых Механик Вот В случае Если у тебя Условно говоря 2 Программиста 6 Художников И 4 Гейм Диза В этом Случае Ты можешь Сделать Казуальный Бабласосик То есть Игра Без серверов Которая Выкачивается Из мобилки В ней Все хорошо Очень красиво Ярко У тебя Вылетает Каждую Секунду Какие-то Призы Поздравляю Ты молодец Ты умница Ты снова Самый лучший То есть Графики Много Геймдизайнерской Составляющей Много Логики Мало Такое Можно делать Тоже И вот Под эти Нужды Ты набираешь Команду Дальше Крутую команду Под что приходят Крутые люди На самом деле Крутые люди Приходят Под Крутую Идею Под Крутые Условия И под Более Крутого Чем Они Человека Есть Целый Пласт Людей Которые Не терпят Над собой Идиота Ну Человека Который Хуже Их Разбирается В вопросе И в случае Если они Такого Видят Они Начинают Выказывать Ему Такое Сопротивление Вот Все что он Не скажет Они его Начинают Перепроверять Поэтому Но Они Они Сами Сами Очень Крутые И Поэтому Для Того Чтобы Такого Человека Вовлечь Свою Команду Которая Обеспечит Тебе Долгую Стабильную И Спокойную Жизнь А такие Люди Действительно Могут Это Обеспечить Ты должен Быть Круче Его Ты лучше Его Разбираться Должен В куче Вопросов Вот Причем Не обязательно Быть А более Хорошим Программистом Чтобы Завлечь К себе Программистом Вот Ты Можешь Быть Просто Очень Очень Крутым Человеком Который Знает Продукт От И до То есть У тебя Есть Программист Который Начинает Типа Я Тут Весь Я Твой Код Делал Я Игровой Программист Ты Горишь Хорошо Ты Способен Сделать Продукт Ты Способен Туда Добавить Геймдизайнерские Составляющие Монетизонные Составляющие Ты готов Маркетинг Туда Прикрутить Нет А я Все Это Умею Давай Дружище Работать В команде Ты Делаешь Свою Часть Работы Хорошо Я Сделаю Свою Часть Работы Хорошо Когда Проект Выстрелит Каждому Из Нас Капнет Достаточно Количество Денежки Для Того Чтобы Мы Чувствовали Себя Не Обманутыми Скажем Так Человек Видит Что Он В геймдеве Не Шарит Еще В чем То И Собственно Говорит Да Хорошо Почему Нет Давайте Работать Вот И В принципе После Этого Ты Просто С ним Взаимодействуешь Что На его Кухне Ты Не Рассказываешь Сколько Перца Добавлять Сколько Соли То есть Как Человек Видит Свою Часть То есть Которую Он Лучше Тебя Пускай Так И Делает Вот И Крутой Специалист Он Будет Как Девица На Выдание Я Вам Клянусь Он Будет Требовать К себе Особого Внимания Особого Отношения Еще Что И Ты Обязан Это Дать Без Этого Он Уйдет Куда Ну Дальше Элементарные Условия В офисе То есть Какие То Корпоративы Кофемашины Соц Пакеты Это Уже Никто Не Отменяет И Человек Который Может Плюшек Ситуация Где У тебя Из Пакета Только Кулер С водой Стоит Она Наверное Не Совсем Корректна И Хороший Специалист Сюда Не Придет Студент После Института С горящими Глазами Которого Всему Надо Будет Обучить Вот Ну И Собственно Гля Интересная Задача Вот Надеюсь На Вот Этот Вопрос Я Ответил Хотя Он Ребят Он Очень Емкий Его Напишите Уточняющую Развернутую Версию Этого Вопроса И я Буду Дальше Рассказывать Просто Я Уже Отъел Кучу Времени Вроде Рассказал Так Два Самых Главных Качества Менеджера Какая Прелесть Вот Два Самых Качества Главных Менеджера Вы Сейчас Очень Сильно Удивитесь Драгоценные Мои Это Те Вещи Вы Наверное Ну Не знаю Как часто Ходите Дают Два Вопроса И предъявляют Два Требования И оно У вас Уже Оскомину На слуху Набило Какие Требования Обычно Ко всем Абсолютно Кандидатам На абсолютно Любых Позициях HR Выдвигают Правильно Это Коммуникабельность И это Стрессоустойчивость Вот эти Вот два Качества И вот Когда ты Слышишь Это Шестидесятый Раз Когда Вот Боже Коммуникабельность Стрессоустойчивость Ну это же Ну так Элементарно У всех Это Есть Зачем Это Вам И ты Уже Перестаешь К этому Относиться Серьезностью А это И есть Два Самых Главных Качества Для менеджера Как Ни Странно Стрессоустойчивость Что могу Про стрессоустойчивость Сказать Это то Что В случае Вашей Жизни Вне Пределах Компании Просто Вас Как Человека Ваша Стрессоустойчивость Это То Насколько Высоко Вы Подниметесь Вообще По жизни Вы Поднялись Там До Команды Из 5 Человек И Зарплаты 500 Тысяч Хорошо И На Вас Обрушился Какой-то Уровень Стресса Который Вы Не В Состоянии Переработать И После Этого Вы Остались Или Откатились На Команду Поменьше И Собственно Говоря Зарплату Поменьше Но Что Там Вам Некомфортно Ваше Тело Не В Состоянии Поедать Этот Стресс Если Вы Перерабатываете Этот Стресс Хорошо Се Чувствуете Замечательно Великолепно То Вы Двигаетесь Дальше И Вы Двигаетесь Дальше Лучше После Этого Вы Нормально Се Чувствуете Дальше Растете И Это Не Только Касается Компании То Вы Условно Горя Кофейню Открыли К вам Приехали Милиционеры Там У вас Побрали Штрафов У вас Там Еще Что-то Случилось У У вас Стресс Вы Закрыли Кофейну Вы Справились Со Стресс Вы Открыли Вторую Третью Вы Захватили Город Увидели Что Этот Город Захватывает Другая Сеть Кофейн Начали С ними Бодаться На Принципиально Других Уровнях На Моей Памяти Я Общался С Очень Хорошо Продвинут В Этой Жизни Людьми И Эти Люди У Них Вот Ну Скажем Так Ну Я Не буду Более Жесткие Примеры Приводить Но Был Человек Вот В моей Памяти Он Отложился Очень Так Достаточно Интересно В прошлом Году Я Встречался Вот Просто Сидел В кафешке Общался По поводу Будущих Проектов Будущих Направлений Что Куда И Человек Просто Вот Мимоходом Вот Нам Сейчас Должны Тортики Принести И Он Говорит А я Типа В феврале Зафиксировал Убыток С биткоина В 3 Миллиона Долларов Я Так В смысле Просто Вот Ну Я Увидел Что У меня Убыток Я Зафиксировался И Вышел Оттуда И Больше С биткоинами Типа Ну Стараюсь Не Взаимодействовать Я Так Удивился Он При этом Оставался Абсолютно Спокойным Он Не Нервничал Он Был Благожелателен Радостен Человек Потерял 3 Миллиона Долларов Ребят И Он Просто Ну Типа Вау Ну Ок И Он Он Ест Грушевый Тортик Он Со мной Рассказывает О чем То Другом После Этого Я Возвращаюсь К себе В офис А у Меня Программист Он Был Ну Я От него Избавился Впоследствии Но Он Такой У Меня Программист Весь День Ну Новичок Джун И Он Весь День Ходил Орал И Переживал Из-за Того Что У него В телеграм Видюшка Не Заливается Уровень Проблем Один Человек Съедает На том Уровне Когда У него Видюшка Не Заливается В телеграм Как Ему Надо Там Ему Надо Как По Хитрому Было А Второй Человек Потерял 3 миллиона Долларов И Второй Вот Этот Благожелателен Радостен И Понимает Что У него Мир Полон Новых Идей И Возможностей В то Время Как Этот Себя Ходит Грызет Изводит На нем Лица Не было Он Реально Он Себе Настроение Испортил На весь День И Людям Ходил Портил Вот То есть Уровень Стресса С которым Нестостояние Справится Человек Вы сможете Справиться Самостоятельно Он Вас Собственно Говоря И Подымет Наверх Или На низ Ну И Сразу Скажу Нужно Брать Ношу По себе Потому Что Очень Очень Часто Ребят Такое Получается Что Я Коммуницирую С людьми Которые Находятся На Топ Менеджерских Позициях Хорошего Уровня И Большинство Этих Людей Сидит На Антидепрессантах Они Когда-то Обычно Ты Продвигаешься По карьерной Лестнице Как это Работает У тебя Есть Команда Там Из 20 Людей Вы Даете Какой-то Результат У вас Есть 7 Проектов Вы Ведете У вас Все Хорошо Вы Показываете Какие-то Деньги И Говорят Слушай А возьми Теперь 10 Проектов А Тебе В команду Добавится 40 Людей Но Для Того Чтобы Сохранять 27 Ты Уже Тратил Не 8 Часов Своего Времени А 12 Просто Ты Никому Об этом Не говорил Ты Много Работал Ну Тебе Нравилось Ты Много Работал А Сейчас Тебе Надо Работать Еще Больше И Ты На Первых Порах Такой Опа Ух ты Мне Повышение Дают Я Классный Конечно Ж Возьму И Ты Понимаешь Что У тебя 16 Проектов И Ты Понимаешь Что Вернее 16 И Тебя Это Начинает Съедать И Уровень Стресса Там Гораздо Выше То есть Проблемы Гораздо Такие Глубже Или Еще Что То И Собственно Горя Много Людей Я Видел Много Людей Которые Собственно Горя Были Не В Состояние Вынести Нагрузку И Уходили На Антидепрессанты Садились И Там Наверху Я могу Сказать Что Эти Люди Они Работают Каждую Секунду Вот У него Вот Он С тобой Разговаривает Сидит У него Есть Две Минуты Он Говорит О У Меня Сейчас Созвончик Побыстренько Ребят Побыстренько Созвончик Или У меня Сейчас О Побыстренько В доку Прислали Я Залезу В доку Быстренько Отмечу Что Надо И Я Снова С Устойчивости Он Обязан Быть Высоким Ну И Второй Момент Коммуникабельность Ваша Коммуникабельность Это То Насколько Вы Хороши В общении С командой Хороши В общении С С Сопутствующими Отделами Которые Вокруг Вас Вертятся С Инвесторами С С С Своими Пользователями И Насколько Вы Хорошо Представляете Свою Компанию Если Вы Коммуникабельны И Энергоемкие Позитивные Радостные Самый Главный Ваш Бонус Вы Создаете Вокруг Себя Огромное Количество Связей И Случай Если К вам Приходит Какая То Беда Вы Не Остаетесь С Ней Наедине А Вы С Ней Идете К тем Людям Которых К себе До Этого Расположили Спрашивайте Совета Сразу Скажу Это Не Значит Что Вы Должны Этих Людей Собственно Говоря Заставлять Делать Свою Работу Но Попросить Совета Который Сэкономит 6 часов Времени В этом Ничего Зазорного Или Плохого Нет И Насколько Хорошо Эти Люди Захотят Вам Помогать Вот От Этого И Зависит Вашей Коммуникабельности У меня Был Пример Когда Мне Давали Команду Из Программистов Джунов То есть У меня Было В команде 5 Джунов И Один Мидл И Периодически Мы сталкивались С такими Проблемами На которые Джун Для того Чтобы ее Решить Тратил 4 Дня И еще Именно От Нехватки Знаний В этом Случае Меня спасало То Что Предыдущие Компании В которых Я работал С очень Мощными Игровыми Программистами А у меня Остались С ними Связи И я Говорю Ребят Смотрите У нас Проблема Такая Как ее Вы решаете У себя И нам За 5 Или 10 Минут Давался Такой Ответ Который Моей Джуны Глазами Хлоп Хлоп Говорит О Это же Полностью Решает Проблему Сейчас Через Два Часа Будет Готова И Они И Решают То же Самое С Художниками Если У тебя Хорошие Связи С Художниками И ты Накопил Пул Из Удаленных Художников К себе То ты В любую Секунду Когда у тебя Твой художник Заболел Когда тебе Понадобилось Больше Орта Когда еще Что-то Понадобилось Обращаешься К этим Людям Они Тебе За Денежку Быстро Рисуют Качественно Потому Что Ты С Ними Уже Работал Ты Знаешь Что Они Это Качественно Делают И Ты Собственно Говоря Себя Замечательно Восхитительно Чувствуешь То есть Твоя Коммуникабельный А Дальше Кадровая Перестановка У тебя В команде Условно Говоря Завелся Какой Упырь Упыря Надо Сливать И Ну Типа Он Уже Несколько Раз Нам Угрожал Увольнениями И Поэтому Мы Просто Стараемся Не Трогать Его И Он Свою Работу Делает Просто Если Быстро Мы Такого Как Он Не Найдем Он Уже Всех Извел Это Честно И Но Без Него Все Развалится И Ты Говоришь О Слушай А У меня Другой Компании Я Работал Там Есть Точно Такой Же Только Не Упырь Но Гораздо Скиллове Давай Ему Там На Десятку Больше Дадим Денег Он Быстро Все Решит И Поначалу Тебе Гендир Не Верит Блин Этот Чувак Создал Иллюзию Своей Незаменимости Без Него Точно Ничего Не Развалится Ты Говоришь Смотри Верь Мне И Ты Быстро Делаешь Ракировочку Этого Упыря Вашан Пускай Тележки Катает Разум Такой Умный А Собственно Говорят Тебе Приходит Твой Человек С которым Ты Уже Долго Работал Он Классный У него Все Хорошо И После Этого Мгновенно Подхватывает И говорит Слушайте Ребята Тут Работы Не Очень Много И Я В своей Жизни Делал Получше И Ты Мгновенно Знаешь Как Сделать Кадровые Перестановки Качественных Тебе Людей И Этим Самым Очень Здорово Экономишь И деньги Компании И помогаешь Своей Команде То есть Сейчас Удаленные HR Команды Условно Говоря Берут За Человека Которого Они К вам Приведут Одну Или Две Его Зарплаты Вот И Вот Эти Денежки Остаются Внутри Компании И Ты После Этого Получаешь Статус Человек Который Умеет Экономить Ну Плюс В твоей Команде Нормальный Человек Поэтому Возвращаясь К вопросу Комуникабельность Стрессоустойчивость Два Самых Главных Качества Менеджера Хотя Казалось бы Очень банально Вот Итак Вопрос Номер 16 Что делать Если Проработал В индустрии 8 лет Но Особых Достижений Нет Какие Выводы По себе Делать И Как Анализировать Свою Работу Стоит ли Этим Заниматься Дальше Нужны Ли Компаниям Такие Люди По Таким Людям Собственно Говоря Я могу Наверное Не знаю Но Я чуть Чуть Выше Чем Этот Уровень То есть Я Хорошая Крепкая Серединка И Менеджера И Монетизатора И Геймдизайнера И Да Я работал На проектах Получается Которые Приносили 600 Миллионов 700 Миллионов Ну Я Я их создал Я просто Был В составе Этой Команды Которая Работала На общий Результат У меня Есть Достижение Когда Я приходил На продукт И Дважды Повышал Его На 50% То есть Вот он Приносит Такую-то Денежку Через Месяц Он приносит На 50% Больше А через Полгода Приносит Еще на 50% Больше И в принципе Все идет Хорошо Но Каким-то Сверхуспехом Ну блин Я все-таки Себя отношу К игрокам Чуть выше Среднего Хотя у меня И позиции Генерального Продюсера Есть Но небольшеньких Проектов И позиция Руководителя Игрового Направления Куда там Входят Три игровых Направления Условно говоря 9 проектов Игровых Каждый Приносит Какую-то Свою денежку За ними Всеми Надо следить Запускать Новые Работать Но я Все-таки Себя Предчисляю К хорошему Крепышу Такому Человеку Который Уже Набрал Какой-то Опыт С удовольствием Этим Опытом Делится С удовольствием Все это Делает Вот И Таких Людей Очень много Я их Видел И они Как правило Делают Вывод Что мы Ничего Не добились И поэтому Нам нужно Куда-то Уйти В другое Место Вот Увы Этот вывод Неправильный Потому что Я вам скажу Что в компании Условно Возьмем Компанию 150 человек Для того Чтобы эта Компания Хорошо И успешно Хорошо И успешно Фигурировала И работала В ней Должны быть Не менее 90 человек Вот этих Вот крепких Серединок Там не нужны Гении В большом Количестве Там не нужны Супергерои Там не нужны Какие-то Мега-мега Работяги Там нужны Хорошие Крепкие Серединки Они Собственно Говоря И делают Основную Фундаментальную Работу И Если вы Такой человек То вы Должны Знать Что именно На вас Держится Все Вот то Что вы Делаете То есть Ну какой-то Кусок Компании Без вас Если Придет В компанию Вот из 150 человек 150 Авантюристов То есть Людей Которые Будут Каждый День Сыпать Какие-то Мега Гениальные Идеи Хотеть Зарабатывать Не меньше 5 миллионов Долларов За игру В месяц На меньше Они Не согласны Делать Продукт Только Мирового Уровня Делать Еще Что-то В этом Духе И Очень Быстро Такая Компания Развалится Потому Что Все За спиной У этих Мега Людей Должны Стоять Простые Люди Которые Умеют Доделывать Работу До конца Делать Все Хорошо Качественно Без Переделок Просто Улыбаемся И пашем И Если Вы Стали Таким Человеком Просто Порадуйтесь В этом Ничего Зазорного Нет Ничего Плохого И По статистике Вот эти Все Молодые С Горящими Глазами Они Рано Или Позно Там Процентов 85 из них Становятся Обычными Такими же Крепкими Серединками А еще По статистике Я вам скажу Такую вещь Один человек В своей жизни Может создать Только Один Гениальный Продукт И вот эти Все гении Единожды Создавшие Один Гениальный Продукт Они Свой успех Уже Повторить Не могут Ну Это При Более Глубоком Рассмотрении Я думаю Вы Сами Получите Подтверждение Этой Информации Да Иногда Есть Компания Которой Учредитель Когда-то Создал Продукт Номер Один И через Восемь Лет Создал Продукт Номер Два Который Стал Не хуже Но Если Присмотреться То Продукт Номер Два Создавал Уже Не он Создавали Другие Люди Которых Он Нанял Может Обучил Может Они уже Сами Умные Пришли Но Это Был Уже Не он И Если Начать В дискуссию Впадать Что Вот У него Есть Компания Проект Номер Один Есть Он Проект Номер Два Он Он Гений Который Создал Два Гениальных Продукта Нет Как Правило Второй Продукт Будет Создан Уже Другими Вот Это Надо Учитывать И В общем Проработал В индустрии Восемь лет Ничего Плохого Нет Если Вас Для Компаний Быть Незазорно Продолжайте Делать Свою Работу Лично Я Очень Благодарен Таким Людям Которые У меня Есть Если Они У меня Есть Которые Долго Работают И С ними Вообще Никаких Проблем Ты Знаешь Что Он Как Швейцарские Часы Он Работает Пашет У него Все Хорошо Восхитительно Замечательно Ну Прелесть Пускай Остается Вот Поэтому Чувствуете Что Это Ваша Продолжайте Работать И Не Хватайте Звезд С неба По Статистике Не Очень Много Проектов Выходит На Мировой Уровень Но Люди Как То Живут Ну И По Статистике Футбол Играют Не Только В Высшей Лиге Есть Городская Лига Первая Лига Премьер Лига И Везде Там Сидят Пинают Мяч Люди И Замечательно Себе Чувствуют Вот Просто Они Любят То Чем Занимаются Ну И Опять же Не Забывайте Кое Что Один Человек Со Свою Жизнь Может Создать Один Гениальный Продукт Вот Вы 8 лет Проработали А Кто Вам Сказал Что Время Вашего Продукта Не Пришло Вот В этом Или В следующем Году И Вы Не Создадите Подумайте С Покорите Весь Мир Вот Собственно Грядно Надеюсь Что На Вопрос Ответил Продолжаем Итак Вопрос Номер 17 Почему Мода Выгонять Из команды Токсичных Людей Плохая Практика Почему Эти Люди Одни Из Самых Ценных В Команде Являются Ли Они Проблемой Стоит Ли Их Избегать Существуют Ли Они Вообще Ой Сейчас Расскажу По этому Поводу Целую В геймдев Я пришел Ну Не совру Если скажу В 2008 Потому что Пришел Чуть Чуть Раньше Но До 2009 Года Я Работал Удаленно То есть Я погружался И в Москву Я приехал В 2009 В компанию Астром Онлайн В июне И только В августе Был официально Принят на работу То есть До этого Я Как бы Варился В геймдеве Получал за это Даже денежку Делал что-то Но я Не был в штате Поэтому Ну Если честно С 2008 Года Меня Можно Считать Все нормально Так вот До 2016 Года Такого Понятия Как Офисная Этика Какие-то Еще Вещи Его Просто Не существовало Существовал Набор Людей Энергичных Которые Собственно Говоря Любили Игры Которые Говорили А почему Мы должны В чужих Играх Деньги Оставлять Давайте Свою Игру Сделаем Нарисуем Самый Клевый Шмот Будем Всех Бить А другие Игроки Еще Завод Ерунда И тогда Люди В случае Если ты Накосячивал Совершенно Не обламывались Врываться В кабинет И разносить Кабинет Ну Такими фразами Самыми Вежливыми Словами В которых Были Только Вставки В И на Все остальное Это просто Сплошной поток Мата И там Вообще Ну Которые Подтверждать Что все Эти Все Эчары Они Начали Про микроклимат Про токсичных Людей Что их Нужно Избегать Что с ними Надо вообще Еще что-то И там Три Способы Как с Токсичными Людями Работать Как с Ними Не Работать Стоит Это И стоит Нет И то Есть Вот Искусственно Сделанная Проблема И по Большому Счету Как бы Ну Какие-то Вот Люди Внезапно Начали Ей Заниматься В чем Беда Я Сейчас Внимание Ребят В чем Беда Попытаюсь Донести Да Действительно Токсичные Люди Есть Беда В том Что Большинство Людей На Вот Этом Вот Модном На Вот Этой Модной Волне Начали Не Разбираясь Записывать В эту Когорту Всех Вот Всех Вот У Какой-то У какого-то Человека Родился Ребенок Ребенок На Восьмом Месяце И Орет У него Зуб Лезет Человек Не Высыпается Он Приходит На Работу Че-то Вякнул Ну На Нервах Вякнул Просто Ой Он Токсичный С ним Нельзя Иметь Дело У кого-то Там Не знаю Любимый Кот Помер Он Тоже Че-то Не В Упадническом Настроении А ему Приходит И Говорят Жизнь Веселая Не Грустил Говорит Да Пошли Вы Знаете Куда И Ой Фу Ты Такой Токсичный Ты Вот Что-то С тобой Не Надо Дружить Дальше Есть команда Например Из Трех Сотрудников Где Двое Делают Свою Работу На Отцепись А Один Делает Из-за Себя Из-за Этих Двоих Чтобы Ну В общем Отдел Давал КПД И Когда Этих Двух Балбесов Возле Кулера Ловишь Они Все Такие Непринужденно Себя Ведут Рассказывают О чем-то Хорошем И Выныривает Вот Этот Вот Один Который Вот Злой А что Вы Возле Кулера Тусуетесь Серьезно Работать Что Или Нет Или Что Идемте Работать Ну То То И Со Стороны Если Вырвать Из Контекста Этого Тоже Можно В Токсичные Записать И Короче Беда Не В Том Что Типа Это Проблема А в Том Что В Этих Людей Начали Записывать Огромное Количество Нормальных Людей И Поверьте Мне Каждый Из вас Бывает Каждый Из вас Бывает В таком Состоянии Когда Вы Далеко Не Фантастические И В этот Момент Можно Вас Простить А Можно Просто Пометить Вам Наклеить Ярлык Такой Не Дать Вам Возможности Восстановиться Не Дать Вам Просто Абстрагировать Вас От Всех Вот Дальше Еще Бывают Люди Ну На самом Деле Я Этот Пример Очень Часто Привожу Представьте Себе Большой Красивый Лайнер И На Борту Играет Красивая Музыка Люди В Белых Фраках Все Такие Благородные Красивые Танцуют Какой-то Мега Вальс У них Все Хорошо Там Приносят Шампанское Напитки Водевиль Вот это Все Вау Царит Атмосфера Полной Гармонии Вдруг Открывается Снизу Люк И Оттуда Со словами Вашу Мать Какого Вот Хрена Вылазит Грязный Полностью От духоты Одуревший Механик У него Пар идет Оттуда Знаешь Такой Дым И он Сидит И матерится На всех Ему Такие Все Ой Блин Какой Ты Токсичный Ты Не Понимаешь Что Весь Мир Состоит Не только Из Негатива Нужно Больше Смотреть В позитивную Сторону Чувак Который Только Что Там 8 Часов Чинил Корабль По уши В мазуте Для того Чтоб Корабль Просто Не Утонул Он Вас Не Будет Понимать Но Смотрите Что Произойдет Если Вдруг На этом Корабле Оставить Только Людей В белых Фраках И С блестками И Вот Этого Механика Убрать Вы понимаете Через Сколько Времени Корабль Либо Пойдет Ко дну Либо Половина Этих Людей В белых Рубашечках Спустится Работать Его Работу Вот Дальше Это То что Я хотел Сказать По Токсичным Людям Плюс Добавлю Еще Такую Вещь Вы Обязаны Иметь Возможность И Уметь Отбивать Выпады Любого Токсичного Человека Который Вам Попадется На пути Не только В компании Но и На вашем Жизненном Пути Многие Например Хитрецы В компаниях Они знают Ну Что Кабани Рев Это Лучший Аргумент В любом Споре И Ты К нему Приходишь Что-то Попросить А он На тебя Рявкнул И ты Убежал А ему Удобно Ему Хорошо Ты Своими Задачами Ему Голову Не Загружаешь Он Быстренько Начал Делать Если Он Начал Послушай Пожалуйста Сережа Вот Сейчас Я Не Могу Давай Соберемся Ты Боже Его Достал Ты Бо Сказал Ой Нет Ты Понимаешь Как Это Важно Миша Давай Сейчас У нас Все Горит Он Снова Сережа Я Не Могу Мне Своих Задач Навесили Вот И И Собственно Говоря Вот Один Раз Рявкнул И Он Убежал Результат Достигнут Человек На Своем Жизненном Пути Все Вот Эти Выпады Токсичных Людей Или Отбивать Или Не Замечать И В любом Случай Получать Свой Результат Я Могу Сказать Вы Не Найдете Ни Одного Верхнеуровневого Управленца Человека Который Большими Бюджетами Ворочает Или Большими Командами Для Которого То Что Он Мимо Пробегал По Офису Ему Кто Что Ляпнул Не Подумав Для Него Это Стало На Весь День Проблемой Он Весь Такой Грустненький Почему Со Мною Так Жестоко Обошись Нет Эти Люди Они Решают Настолько Большие Задачи Что Вот Это Примерно Как Если Вы Любите Путешествовать И Для Вас Проблемой Мозоль Является Всем Путешественникам Которые Больше 50 Предстаешь Это Воспринимать Как Проблема Но Поэтому Избавляться От Этих Людей Не Нужно Они Это Люди Которые Чего-то Повидали Или Чего-то Недополучили Поэтому Ребят На моей Памяти Просто С ними Надо Уметь Работать Зачастую Они Не Имеют Ничего Плохого Ввиду То есть Ну Вы Сами Можете Представить Ситуацию Что Кто-то Пришел На Работу И Ловит Вас Где-то С Целью Самовыражаться Над Вами Нет Ну Такого Не Существует То есть По Большому Счету Вы Не Такая Важная Пися Чтобы К вам Кто-то Особое Своё Отношение Имел И Поэтому С ними Надо Научиться Работать Нужно Уметь Их Выпады Отбивать И Не Надо На Них Реагировать И Самые Вот Эти Люди Они Зачастую Являются Самыми Хорошими Сотрудниками Потому Что Они Да Вашу Мать Берут И Исправляют То Что Наделали Другие Вот Эти В Белых Рубашечках И Которые Сплошным Позитивом Делятся И Хлопают Глазками Своими Красивыми Когда Нужно Что-то Работать А Они Где-то Накосячили Ой А мы Ж Команда А Давай Ты Нам Поможешь А дой Ты Косячить Не Будешь Нет Ну Подожди Мы Ж Команда Мы Коллектив Ты Когда Вот Это Делал Нацепись Ты Вот Какой После Этого Мне Коллектив Почему Я Сейчас Должен И Твою Работу Доделывать Ой Ты Такой Токсичный Давай Я Просто Пойду Пожаловать На тебя Ну Вот Надеюсь Ответил Вот Хотя Можно Этот вопрос Опять Тоже Развернуть Но Я На него Уже Много Времени Потратил Так О Вопрос Номер 18 Какие Книги И Какие Лекции Надо Почитать Прежде Чем Делать Свою Игру Вот Отвечаю В случае Если Мне Задается Этот Вопрос Живым Человеком Я Всегда Отвечаю Так Если Ты Этот Попрос Мне Задаешь Ты Не Готов К тому Чтобы Делать Свою Игру Потому Что На моей Памяти Я Вначале Стрима Рассказывал Про Людей Которые Работают В одиночку Добиваются Каких-то Результатов У них Есть Свои Студии Из Одного Человека И пара Аутсорсин Ни Один Из Ни Ко Мне Не Пришел И Это Не Спросил Они Просто Молча Работали Они Очень Этого Хотели И Работали Дальше У многих Есть Иллюзия Что Они Могут Походить По Каким-то Конференциям И Какой-то Опыт Получить Я могу Сказать Так Ребят Эту Жизнь Надо Щупать А Не Читать Вы Обязаны Получать Опыт Через Что-то Поделав Что-то А Не Почитав Этот Опыт Будет Гораздо Полезнее Ну И Не Говоря Уже О том На Моем Когда-то Старте Карьеры Ну Не То Чтобы Старт Через Там Три С Полны Года После Того Как Я Занимался Гейм Делом У Нас Была Такая Студия Из Нескольких Команд И Туда Как Правило Сидели Менеджеры В Одном Кабинете И Туда Как Правило Приходил Генеральный Продюсер И Говорил Ребятушки А Кто В Этом Месяце Делает План По Баблу Ну Собственно Гряд Не Гряд Ой Мы Делаем Второй Гряд Ой А Мы Еще Больше Делаем Третий Гряд Ой Слушайте А Мы Не Делаем У Нас Все Плохо И Ген Продюсер Гряд Вот Вы Та Родимые На Конференцию И Поедете Людей Учить Как Делать Игры А Вы Первые Двое Работать К Вам Претензий Нет Вот Практика Компании Отправлять Не Самых Лучших Своих Представителей На Конференции Она Известна Она Хороша И Как Правило Если Там Какой-то Человек Рассказывает О том Как Компания Успеха Добилась Это Не Тот Человек Который Успеха Добивался Человек В офисе Остался Поверьте Мне И Он Сейчас Добивается Очередного Успеха А Тот Который Не Умеет Он Ходит Прям Медийный Представитель Налаживает Связи Это Не Значит Что Это Ну Прям Полная Пустышка Но Это Не Самый Вкусный Не Самый Туповый Человек Вот Поэтому Смотрите Что Случается Когда Вы Отдаете На Конференцию Самого Вкусного Своего Опытного Человека Во Первых Его Надо Медийно Отмыть Умение Взаимодействовать Общаться И Коммуницировать С людьми Это Вещь Которую Надо Нарабатывать Если Ты Условно Хороший Программист Это Совершенно Не Значит Что Ты Хорошо Работа Коммуницируешь Хорошо Разговариваешь Что У Тебя Речевой Аппарат Правильный Нет Костности Речи Что Ты Реагируешь На Критику Здраво Что Если Тебе Из Зала Выкрикнут Нам Кажется Что Вы Не Очень Классно Что Ты Не Разнесешь Мутюгами Тем Самым Не Наложишь На Компанию Такой Негативный След Вот И У тебя Есть Хороший Программист Ты Начинаешь Готовить Как Хорошего Медийного Представителя У тебя Программист Начинает Терять Скиле И Начинает Быть Ну Хорошим Представителем То Ты Уже Потерял Этого Человека Дальше Он Ушел Он Тут Хороших Предложений О Работе С Удвоением Зарплат Просто Потому Что Хорошо Себя Подал И Рассказал И Усторию Успеха Другие Люди Сказали Слушай А Сделай Нам Успех Платим Три Твоих Зарплат Тебе Плюс Он Тут Создал Канал На Ютюбе Где Просто Повторил Прочитанные Лекции И У него Уже Канал Зарабатывает Следующий Раз К нему Приходишь Он Уже Не Код Пишет А Он Учится Там Новую Конференцию Делать Ты Говоришь Слушай Может Ты Начнешь Работу Работать А У меня И Канал Вроде Приносит Почти Мую Зарплату И Предложение О Работе Сделали Давай Я Просто Уволюсь И Все И Ты Уже Потерял Этого Человека Есть Компании Которые Собственно Говоря Пока Что Этим Не Занимаются То Есть Они Там По Первости Отправляют Каких-то Таких Самых Лучших Специалистов И После Того Как Они Понимают Эту Схему Они Начинают Присылать Людей Чуть Чуть Похуже Но Более Представительно Поэтому Щупайте Эту Жизнь И Щупайте Игры Вместо Того Чтобы Читать Это Гораздо Полезнее И Нарабатываются Связи И Делается Презентация Все остальное Это Мишура Надеюсь Ответил Так Фу Вопрос Номер 19 Как Считать Баланс Игр Баланс И псевдобаланс Два Типа Псевдобаланса Пве И Пвб Почему Надо Считать Сложный Баланс И Как Это Делать Этот Вопрос Идеально Подходил К нашему Первому Блоку Выступления Сейчас Давайте его пропустим Если он интересен Поставьте Два лайка В чат Я Него Разверну Просто Это Нужно На формулах И на цифрах Объяснять А я Почему-то Думаю Что После Двух Часов Общения Люди Не захотят Слушать Долгую Телегу Из цифр Вот Ну Да Ну В общем Тут Идея В том Что Есть Баланс Который Считается Людьми С математическим Образованием А есть Псевдобаланс Который Считается Быстро На коленке Но этот Псевдобаланс Он Не Хорош Для Игрока Игрок Который В это Играет Он Чувствует Неинтересность Игры Условно Говоря Вот Самый Простенький Пример Приведу У вас Есть Вещи Белые Вещи Зеленые Вещи Синие Вещи Фиолетовые С точки Зрения Правильного Баланса Ты будешь Высчитывать Что-то Еще Чего Делать А с точки Зрения Поверхностного Баланса Ты белым Вещам Присваиваешь Значение 100 Статов Там Силы Здоровья И ловкости И там Условно Говоря 40 того 40 того 20 Зеленым Присваиваешь 1000 Статов Синим Присваиваешь 10 тысяч Статов А фиолетовым Присваиваешь 50 тысяч Статов И ты По-быстренькому Это сделав Ты знаешь Что у тебя Фиолетовую Шмотку Никогда Не побить Белой Шмоткой Просто Невозможно Физически И даже Синий Шмоткой Не побить Считается Быстро Делается Быстро Играть Мне интересно Вот Ну Еще Есть Вариант Когда У тебя Есть Большая Локация Это Уже В Пве Играх Когда Ты знаешь Что ты Должен Последнего Босса Пройти Но У тебя Цель Чтобы Перед Этим Пользователь Собственно Говоря Не заскакивал На Другие Локации Ты Просто Сделаешь Так Чтобы На Другую Локацию Ты Мог Попасть Только В Случае Если У тебя Есть Меч То Условно Гря Вешаешь На Меч Скрипт Эффект Который Там Орком Режет Всю Броню На Вторую Локацию Выставляешь Орков У которого По Пять Брони И Другим Оружием Ты Физически Не В Состоянии Попробить Этого Орка А Этот Меч Кладешь Последнего Босса На Локации Номер Один То есть По Большому Счет Ты Можешь Как-то Выпрыгнуть На Другую Локацию Но Тебя Там Очень Быстро Навешивают И Ты Должен Будешь Вернуться Пройти Все Убить Этого Босса На Первой Локации И Ток Потом Приступить Ко Второй Локации Вот Это Псевдобаланс Я Коротенько Ответил Более Развернуто Не думаю Что Кому Будет Интересно И Дальше Вопрос Номер Двадцать Математика Стоимости Товаров В Играх Как Рассчитать Стоимость Каждой Плюски И Создать Их Такими Чтобы Их Покупали Ну На самом Деле Для Этого Надо Учесть Огромное Количество Факторов Это И Регион На Который Ты Работаешь Условно Горя На Филиппинах И Во Франции У Тебя Должны Быть Одни И Те Ж Паки По Разным Ценам То Есть У Филиппинцев Зарплата Такая Что Они Всей Семьей Месяц На Десять Долларов Уживают В то Время Как Во Франции Ну Значено Хорошая Зарплата Это Надо Учитывать Стоимость Каждой Плюшки Нужно Рассчитывать Таким Образом Ну Вот Я Математику Затрону Немного Выше Условно Говоря Универсальная Самая Математика Давать Возможность Фарма Доллар В час То есть Ты фармишь Локацию Где можно За час Нафармить Доллар То есть Это будет Золото Которое Если ты Захочешь Купить В магазине Цена Этому Будет Доллар Взрослый Состоятельный Человек Не будет Тратить Час Своей Жизни На то Чтобы Натратить Доллар Вот А школьник Будет И получается Школьники С утра До вечера Фармят И Вот это С утра До вечера Это 10 долларов Которые Работящий Человек Пришел Заплатил Не почувствовал И они Уравняли Ну и Собственно Говоря Это Достаточно Универсальная Схема Вполне Работает Вот Итак А нет Я уже Вижу Вопрос В чатике И поэтому Вопрос Номер 21 Я Засолю Итак Игры Со следующими Идеями Могут быть Популярными Морской Бой С нотным Рядом Выбивая Ноту Мелодия Деградирует Файтинг По принципу Мобильного Мортала Про Ученых А файтинг Мобильного Мортала Про Ученых Уже Есть Если Хочешь По По моему Эйнштейн Против Теслы Называется Достаточно Забавные Там Хайнеджи Все Вот это Вот Оно Тебя возвращает В ту эпоху Где Стритфайтер Рулил Но В то же Время Очень Смешно Смотреть На Вот эти Вот На их Суперудары То есть У Теслы Будут Молнии Какие-то Там У Эйнштейна Будут Пробирки Какие-то Там Ну Это Забавно Ты В этом Прав Так Морской бой С нотным Рядом Выбиваешь Ноту Я не понял Эту идею Если захочешь Можешь ее Потом Как-то Написать Мне ее Пришлют Я тебе По ней Фидбэк Дам Вот Ладно Теперь я Приступаю К последнему Вопросу Заготовленному Это Вопрос номер 21 Если не возникнет Новых вопросов Он будет Последним Слушаем Наслаждаемся Итак Может ли Специалист Высокого уровня Существовать За пределами Больших компаний Как это сделать Рассказываю Ну Сейчас я буду Немножко повторяться Потому что Я развернулся На Предыдущих Вопросов По этой теме Поэтому Прошу простить Итак Во-первых Да Может Я могу сказать Что я являюсь Таким специалистом То есть У меня не всегда Есть работа Которую я работаю Сидя в офисе Но поскольку Моя Квалификация Подтверждена В каких-то вещах Когда Люди Хотят Получить Какой-то результат Где не могут Получить его Самостоятельно Геймдизайнерский Монетизационный Оптимизационный В плане Собрать новую команду В плане Поувольнять Старых Каких-то людей Перепланировать Бюджет А перепроверить Архитектуру Проекта Игровую Они С этим Обращаются Ко мне Периодически Рано или поздно У каждого Из людей Возникает Такая Вот Скажем так Ветка Которая Говорит о том Что вот Дальше Идти Да Ты там Хороший Художник Ты поднимаешься У тебя Ты уже Артлит У тебя уже Пять своих Художников Ты им Ставишь задачи Потом Ты растешь У тебя Становится Больше денег Больше Полномочий Ты становишься Артдиректором У тебя уже Тридцать человек Больше задач Но меньше Художества И у тебя Твоя деятельность Из творческой Переросла В управленческую А ты не хотел Управлять Тебе вот эти Вот трудности Ты вот Начинаешь Создавать Комфортные условия Для других людей Чтобы они Хорошо рисовали А сам не рисуешь И по этой причине Тебе это очень Не нравится Вот Ну собственно говоря После этого Ты принимаешь решение Покидаешь Компанию И становишься Высокооплачиваемым Удаленным сотрудником То есть Первый путь Менеджера Рост Второй путь Удаленный специалист И удаленных специалистов Очень много Они могут быть И программисты Которые настраивают Тебе безопасность И художники И геймдизайнеры Их прелесть Она заключается в том Что Большая компания Может позволить Себе такого человека Который условно говоря Запросит полторы Зарплаты своих Или две Ну на две Как правило Компании не соглашаются Но на полторы Заглашаются Заразовую работу Компания тебя не держит В штате А компания Это очень Ну условно говоря У компании есть В год Буквально Два раза в год Задачи которые Связаны с настройкой Безопасности Твоих серверов А ты что Весь год будешь сидеть И зарплату кушать Нет Они дважды К тебе обратятся Ты дважды Это сделаешь И собственно говоря Получишь дважды Хорошие деньги Или им надо Пересмотреть баланс То есть я по большому счету Достаточно Высокооплачиваемый Сотрудник И если вдруг В компании возникают Перебои с деньгами То Я сам Мне самому Некомфортно Находиться Я чувствую Что вот Компания меня Не вывозит Вот В то время Когда Если мне Разовую работу Какую-то предлагают Я на нее соглашаюсь И У меня все получается Для того Чтобы таким специалистом Стать Вы должны Наработать Пул Компании Себе Которые захотят С вами работать То есть вы Периодически Что-то делаете И у вас Все хорошо получается И К вам Обращаются люди Потому что Знают Что вы даете результат Вот Поэтому Огромный И вам спасибо За эфир Я был рад Со всеми Пообщаться Если был вам полезен Я Тоже рад Дерзайте Игры Это интересно И я уверен Что если вы будете Делать Все хорошо И качественно У вас все получится Всем пока РУВДС Виртуальные серверы С высокой скоростью